Стоило нам ненадолго отлечься на UFL, как в eFootball стартовала новая компания, которую, так сказать, мы не совсем ожидали. Но, тем не менее, новая компания, которая посвящена 777 миллионам скачиваний, как и всегда, она привнесла с собой новый контент в виде паков, ивентов, монет и всего прочего, о чем и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Да, немножко опоздал на сутки, но, скажем так, была на то своя причина. Поэтому давайте скорее восполнять нашу нехватку информации, устраивайтесь поудобнее, поддерживайте это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Почему же эта компания стала своего рода неожиданностью? А по той причине, что вроде как не так давно всплывала информация о том, что вроде как мобильная версия игры или в целом сама eFootball преодолела рубеж в 800 миллионов скачиваний, и вроде как ожидалось, что компания будет посвящена именно что 800 миллионам. Но, судя по всему, Konami решили приготовить что-то обширное именно для этой компании, поэтому вчера в игре мы получили компанию по 777 миллионам скачиваний. В принципе, концепт остается точно таким же, как и в предыдущие разы. Заходите в игру, участвуйте в ивентах, получайте соответствующие награды. В этот раз они касаются поинтов прокачки и, что самое главное, золотых монет в размере 777 или 7777 поинтов, будь то прокачки или еще каких-то поинтов. Konami в лишний раз даже не стали заморачиваться, например, с паками. Таким образом, в игре появился новый, так сказать, набор с одним эпическим футболистом и 10 игроками из Команда Недели. Вы его можете приобрести, угадайте за какую цену? Правильно, 777 золотых монет. То есть, это самый что ни на есть гарантированный эпический набор, в котором вы получаете пару-тройку неплохих карточек из Команда Недели. Конечно, далеко не все из них достойны своих монет, но как минимум тот же самый Бернарду Силва и Родриго очень даже неплохие. И вместе с этим, опять же, вы получаете гарантированного эпического игрока, чей рейтинг переваливает за 100 пунктов и больше. Скажу от себя, подобная концепция пака очень даже интересная и надеюсь, что в 25 части мы увидим подобного намного и намного больше. Только с другими футболистами, чьи цифры будут более привлекательными и фамилии более именитыми, скажем так. Так, соответственно, в рамках новой кампании обновились цели и, как я говорил, вы получаете монеты практически за все. За то, что входите в игру, за то, что играете против искусственного интеллекта, за то, что играете против реальных людей, за то, что сбиваете голы. И к концу выполнения этих самых целей, как, опять же, упоминалось ранее, вы должны получить 777 золотых монет. Наверное, это одна из самых обширных, скажем так, кампаний по части золотых монет и никогда канами не были настолько щедры на эти самые золотые монетки. Поэтому, если у вас, скажем так, дефицит и вы в игру не донатите, это самая, что ни на есть, прекрасная для вас возможность. Также еще немножко про паки. Соответственно, с новой кампанией, с новым оперативным обновлением в игре появились новые наборы. Один из таких посвящен очередному шоу-тайм набору. И, как я говорил в своем телеграм-канале, подписывайтесь, если не подписаны. Когда казалось бы, что все идеи для потенциальных наборов именно по шоу-тайм были уже закончены, они иссякли, тем не менее, канами умудряются что-то выкатывать в очередной раз. И, как по мне, этот пак не самый такой вот оправданный. Нам представили футболистов, которые лучше всех играют на втором этаже. А в частности, Роналду, Вергост и Сёрлот. По своей сути, эти футболисты себя никак не проявили. Особенно, если мы будем отталкиваться от их выступления за национальные сборные. Ведь именно в этом ключе они и представлены в этом наборе. То есть, за сборную Португалии, Норвегии и Нидерландов. И то же самое Роналду с Вергостом, по сути, ничего не показали на чемпионате Европы. Более того, они даже не забили ни одного гола головой. Но при этом присутствуют в паке именно за свое умение играть на втором этаже. Конечно, мы не отрицаем того, что Роналду высоко прыгает, неплохо играет головой. Но опять же, какой-то дешевый скам на паке в лишний раз. Не знаю. Вот куда более скромный пак и, как по мне, один из самых лучших за последнее время. А в частности, из разряда бесплатных паков. Это еще один бесплатный пак, который посвящен новой компании. Которая представляет из себя, скажем так, семерки национальных сборных. Тот же самый Роналду, Сон и Кевин Дебрюйне. Эту тройку мы можем получить гарантированно. Одна крутка за вход, бесплатная крутка. И две оставшихся крутки этого пака. Игроки получат за участие в отдельном ивенте. Который также посвящен трем топорам. Но об этих ребятках мы поговорим на втором канале. Хоть пак и небольшой, но все-таки там есть что обсудить. Поэтому оставим как-нибудь на следующий раз. Также после сегодняшнего оперативного обновления. В игре, а именно в базе данных игры. Появился Гаррет Белл. О нем мы говорили в предыдущих роликах. В частности, в видео про, по-моему, седьмой сезон. Когда он впервые появился. Именно его моделька. Сейчас же в базе данных появились его цифры. В то же время в базе данных засветились карточки на понедельник. А именно хайлайтовские карточки. Они будут посвящены полузащитникам английской премьер-лиги. А это означает, что уже в понедельник, скорее всего, мы и увидим Гаррета Белла в игре. Ну и совсем вкратце упомяну тот факт, что в Южной Корее после оперативного обновления начали раздавать карточки с игроками Баварии. То есть они также засветились в базе данных игры. Возможно, вы их наблюдали в том же самом eFootball Hub или же в Telegram каналах. Но, к сожалению, эти карточки только для определенного региона. В принципе, не сказать, что прям сильно хотелось, но факт остается фактом. И, скажем так, первые в кавычках намеки на eFootball 2025 также появились вчера. Ведь вчера в игре обновили комплекты форум для партнерских команд. Именно для Барселоны, Арсенала, Баварии и Милана. И если для Баварии с Миланом это просто гостевые комплекты, поскольку домашние и без того присутствовали в игре, то для Арсенала и Барселоны это добавление в целом новых комплектов форума. Для Барселоны добавили домашние и братарские комплекты форума, в то время как Арсенал получил обновление и домашнего, и гостевого комплекта. Поэтому, если вам уже не терпелось поиграть с новыми формами, и вы играете, например, на любой платформе, кроме ПК, где невозможно установить патчи, которые добавляют формы, опять же, прекрасная возможность их заценить в игре. И, по сути, это все, что появилось вчера в игре и появится на следующей неделе, в понедельник. В комментариях пишите свое мнение касаемо новой компании, довольны ли вы ею, довольны ли вы тем фактом, что Канами так много и так просто раздают золотые монеты в кои-то веки, и что вы думаете по поводу новой карточки Гарета Белла. Обо всем этом и не только, буду ждать ваше мнение в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, канал подпиской и колокольчиком, если находитесь здесь впервые. И также подписывайтесь на нашу соцсети, где все эти новости появились чуть-чуть пораньше. У меня же на сегодня все, я всех благодарю за просмотр и желаю вам приятной игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok